начинаем распаковку kinetic city пришла от розетки вот такая у нас коробочка получается здесь все инструкции после открывания внутри у нас есть инструкция есть сам kinetic city с зарядкой вот такой вот шнур вот он плоский довольно-таки удобно штыри вроде как тоже удобно смотрю как они будут в использовании вот такой kinetic city 1 ванпорт 3 порта дополнительных сама кнопка питания reset ну и наконец-то у нас есть просто блок питания подключение к сети кнопка fm сброс и статусы по интернету для любителей тарифов до 100 мгбит IPTV Smart TV от распределения между 24 и 3 Гц с управлением сетью через мобильное приложение двух диапазонных интернет-центр с Wi-Fi AT150 с управлением коммутатором зайдем в нашу админ панель админ панель находится по адресу 1102.168.1.1 видим сразу что у нас есть сеть в двух диапазонах есть возможность включить дополнительную гостевую сеть и есть возможность зайти скачать приложение переходим дальше здесь так понимаю будет отражаться историческая информация приятно что полностью идет поддержка украинского языка видим что есть возможность подключить нескольких подключений настройка параметров IP в кадре сертификация дальше Wireless ISP у меня такое не поддерживается настройка подключения через VPN разные приоритеты у меня дома стоит тарифный план 10 мегабит но как видим здесь немного больше дальше видим возможность создавать несколько профилей для нашей домашней сети есть домашняя сеть которая для нас есть гостевая и еще дополнительные можно создавать для нас есть журнал событий система обновилась сразу же при подключении в гостевой сети есть настройки включение 2,2,3 герц 5 герц настройки роуминга какие-то гостевые порты параметры IP ограничения по скорости изоляция клиентов здесь устройство журналы дальше переходим в интернет-фильтр здесь видим систему фильтрации профили здесь есть выбор без фильтрации безопасный для семьи быстрый и что же сервера DNS если нужно перепрописать межсетевые экраны переадресация маршруты здесь есть какая-то функция домина и имя нужно будет посчитать про нее внимательно ddns есть беспроводные списки доступа здесь будет ограничение у нас с после мониторинга режимы режим маршрутизатора адаптера усиливателя или точки доступа здесь есть автоматические обновления но если мы посмотрим на сайте видим что поддержка идет до 2022 года здесь есть какие-то конфигии дополнительные у нас кресту вачи здесь нужно будет поменять пароль потом дополнительно и диагностика диагностика диагностики видим как проверку делать журналы теперь посмотрим что у нас есть в андроид приложении заходим в наш кинетик сети уже подключил сначала нужно подключить к мобильной к вашей wi-fi сети а потом оно автоматически добавляется как авторизованное приложение для кинетик сети здесь есть менюшка список устройств будет только одно устройство ваше wi-fi дальше главный обзор настройки wi-fi интернет-система приложения помощь язык выбирается в зависимости от того какой язык установлен на вашей андроид системе давайте зайдем на главную какие приложения подключены вот я добавил свой мобильный телефон зарегистрированы и здесь что приятно можно увидеть какие особенности подключения данного мобильного приложения в данный момент то есть сколько оно подключено какой сигнал ширина канала все вот эти параметры вам доступны для вашей информации насколько качественный интернет в той или иной точке у вас от вашего роутера пока я лазил здесь в мобильном приложении здесь много больше настроек чем в вебе клауд сеть давайте сюда выйдем заходим обратно приложение здесь перейдем на вкладочку вай фай сети и вот здесь настройках вай фай сети опять же можем делать то все то же самое что и на нашем мобильном устройстве сети можем передать кому-то другому динамически подбирать его я здесь поменял номер канала автоматически выбор динамически оптимального канала то же самое для 5 герц я подключал сразу же себе VMM и VPS и так же гостевой сразу же можно предоставить доступ другим пользователям и если забыли пароль то на всякий случай его вспомнить идем в интернет видим что у нас здесь только одно подключение если у вас несколько провайдеров добавляете сюда система и вот здесь вот очень много настроек получился в тест нагренирует вам XML-ку с дебагом вашего устройства пользователи кто может заходить в сеть и управлять удаленно этим роутером журнал но здесь он не очень информативный расписание я думаю его лучше настраивать через веб-интерфейс а вот здесь вот кинетик ОС очень много дополнительных настроек настроек которые вы можете в себе включить вот начиная кинетик ОС агент облачной службы клиент динамической службы контроль состояния интернет подключения пинг чек ограничение скорости интернета шайпер кептив портал то есть все вот эти плагины вы дополнительно можете себе подключить много у меня было выключено я себе включил посмотрим как оно поставит обновление со временем S&P IntelliCode интерфейс Wi-Fi по умолчанию контроль Wi-Fi систем мастер первоначальной настройки прокси все вы здесь видите сервер SSH для безопасности себе его не ставил AdGuard DNS чтобы рекламку убирать Яндекс DNS для безопасности чтобы вы не повредили на всякие мошеннические сайты всякие шлюзы нетворкинги IPsec VPN ну вот странно что я себе это включал она писала мне что будет установлен но видимо не установила вот клиент OpenVPN очень хотел себе установить чтобы заходить например Яндекс диск без всяких ограничений которые сейчас у нас есть в Украине протокол IPv6 то есть не факт что это установится я нажимал до этого оно почему-то обратно перешло в не установлено да видите оно не включается то есть видимо эти настройки будут недоступны на Kinetic City видите это так не это это что это очень 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 Продолжение следует...